Айтира Малыши, это что такое? Вы даже кашу не покушали, а уже едите сладкое. Воспитатель, не может не позялись, а мы поедим сладкое, а пойдем к Асю. Конечно же нет, так ни в коем случае нельзя делать. Вот сейчас придет Бритни, она вам устроит. Как раз таки, няня Николь, нам Бритни и разъясила ей сладкое. Как так? Не может этого быть, я сейчас позвоню Бритни и все разузнаю. Алло, Бритни, ты разрешала малышам кушать сладкое? Они сказали, что ты им разрешила, и теперь они меня не слушаются. Вот еще, глупости-то какие, ничего я им не разрешала. Вот сейчас приду и накажу малышей, ждите, через 15 минут буду. Хорошо, приходи поскорей, а то я с ними не справлюсь. Вот же врунишки какие, опять меня обманули. Малыши, вы чего это вздумали меня обманывать? Бритни сказала, что она вам не разрешала ей сладкое, а вы говорите обратное. А вот и неправда, разрешала нам Бритни ей сладкое, она, наверное, забыла. Совершенно верно, Бритни, разрешала нам ей сладкое. Малыши, давайте дождемся Бритни и будем все вместе разбираться. Но вы все-таки не кушайте сладкое, это очень вредно, потому что вы еще не поели кашу. Няня Николь, но мы не хотим кушать кашу, мы хотим кушать сладкое, мы с ним и будем опять кушать кашу. Все, Ма, ты почему такой непослушный мальчик? Если вы не будете кушать кашу, то вы тогда никогда-никогда не вырастите. А я и не против быть маленьким, маленький быть хорошо. Да что это такое? Ну совсем непослушные детки. Так, ждем Бритни и будем потом разбираться. Еще никогда мне так сложно не было с детьми. Наверное, это совсем не мое призвание быть няней. Что-то я не поняла. Малыши, здравствуйте, вы чего здесь на меня наговариваете? Я не разрешала вам есть сладкое. Сляствуйте, няня Бритни! Няня Бритни, ты здесь мать сказали, что мы можем есть сладкое. Да откуда вы это берете, когда я вам такое сказала? Может быть один раз это было, и то праздник у нас какой-то был, не помню. Первое сентября или восьмое марта. В общем, забудьте, нельзя есть сладкое. Вы чего это на меня наговариваете? Ну наконец-то Бритни пришла. Привет, Бритни! Удалось ли тебе что-нибудь выяснить? У малышей, почему они меня не слушаются? Привет, Николь! Малыши тут перепутали немножко. Был праздник, точно не вспомню какой, и я им разрешила поесть сладкое. И они теперь думают, что всегда могут есть сладкое. Бритни, но ты же знаешь, что даже по праздникам малыши сначала должны съесть кашу, а потом только угощаться сладостями. Да, знаю, но так получилось. Я разрешила им поесть сладостей. Вот, теперь они это забыть не могут. Малыши, нельзя есть сладкое. Сначала каша, а потом уже все остальное. Бритни, по твоей вине малыши не слушаются. Вот ты теперь с ними и разговаривай. Да, что такое-то? Как лучше хотела, а теперь вон, все наоборот оказалось. Я еще и виноватая. Что за эти делается-то, ребята? Из-за нас нас и няне поселились. Нужно бы их помилить. О, Велиня, если мы пообещаем больше не кусать сладкого перед кассой, то тогда няне-насе помилятся. Ну что, тогда приглашаем есть Настя с ладостей. Хе-хе-хе. Ну, конечно. Давайте не будем есть вот эти вкусняшки. Пойдем съедим. Ну, никак у меня не получается найти общий язык. Ни с ребятами, ни со своей напарницей, няней Бритни. Ну, что же мне делать? Уволиться, что ли? Николь, ну что ты теперь здесь сидеть и сердиться будешь? Давай что-то делать. Нужно как-то ребят наказать, чтобы они запомнили, что нельзя есть сладкое перед кашей. Бритни, ну ты такая странная. Я целый день с ними разговариваю, что так нельзя делать. Они меня все равно не слушаются. Что я могу сделать? Ты заварила эту кашу. Тебе и расхлебывать. Ну, все с тобой понятно, Николь. Пойду расхлебывать свою кашу. Лолики, а ну-ка быстро убирайте свои сладости и живо в постель. Ну, ну, ну как это, няня Бритни? Мы даже еще не покусили ничего и мы не поигляли. А ну-ка прекратите возникать. Ребята, это будет ваше наказание. За ваше же непослушание. Раз вы выбрали есть сладости вместо каши, будете тогда весь день спать. Все, живо по кроваткам. Няня Бритни, можно мне сказать? Мы ведь с ребятами поговорили и мы почти так не будем. Возьмите, можно нас не оказывать? Ох, ребята, я даже не знаю, что с вами сделать. Вы всегда обещаете и никогда не выполняете свои обещания. Давайте лучше меня не будете ослушаться. Идите по кроваткам, а там посмотрим на ваше поведение. Вот это да, Бритни такая смелая няня. Малыши ее боятся, а боятся, значит, уважают. Вот бы мне так уметь. Ну, не посеялись, а няня Бритни. Ну, мы посидят не будем, обещаем. Я не хочу опять вклевать. Если сейчас же не будете меня ослушаться, то тогда вообще до ночи будете в кроватках сидеть и даже в туалет не разрешу вам выйти. О, ну вот, конец счастливой жизни в детском сядике. Ух ты, попробую тоже строже себя вести с воспитанниками. Может быть, они будут меня слушаться. Ну, долго мне еще вас ждать? Ну вот, вот так-то лучше. Вот теперь пусть полежат и подумают над своим поведением. Ой, а что тут у нас за вкусняшки? Вполне себе годно пахнет. Надо бы попробовать. Малыши все равно не будут это есть. Я же им запретила, а я могу и поесть. Николь, идем сюда. Нужно бы нам подкрепиться. Интересно, интересно. И что это Бритни там задумала? Бритни, не сильно ли строго ты поступила с малышами? Ведь сейчас же самый разгар дня. Они должны бы играть, веселиться, а они по кроваткам пошли. Николь, ну ты чего? Я же хочу проучить этих малых. Немножечко полежат и пойдут играть. Я же не буду их держать до вечера. Зато в следующий раз подумают, прежде чем нас ослушаться. Послушай, Николь, у меня здесь предложение одно появилось. Раз малышам нельзя есть сладкое, давай мы с тобой поедим их вкусняшки. Ну, а разве так можно? Ну, конечно же. Мы же конфисковали их вкусности. Нам-то можно. Мы же воспитатели. Ну, тогда какой мы пример подадим малышам? Отличный пример подадим. Весь сладкий удар мы берем на себя, во благо их же здоровья. В таком случае я согласна. Давай попробуем. Какие же тесные стульчики у малышей. Такие неудобные. Николь, ты только посмотри, какие это вкусные сладости. Они так пахнут, такой вкусной карамелью. Давай скорее попробуем. Ммм, действительно, божественный запах. Намного вкуснее, чем каша. Хе-хе-хе. Ага. Только малышам это не стоит говорить. Какие наглые няньки съедят наши сладости. О нем ничего не тянется. Все, что-то я не поняла. Это у кого здесь такой длинный язык и бессонное время суток. А ну-ка быстро спать, Сема. Быстро спать. Нюлядня. Ну вот видишь, какие у нас послушные детки. Все дружненько лежат, спят. Придни, ты такая хорошая няня. Без тебя бы я точно не справилась. Но я же здесь, Николь. Учись. Нужно с ребятами быть построже. В прошлый раз разрешила им поесть сладкого. Они теперь не слушаются. Пусть это будет нам с тобой уроком, что нельзя, ребят, баловать. Ого, Николь. Ты только посмотри. Мы с тобой практически все сладости съели. Ой-ой. А и вправду. Ребятам совсем ничего не осталось. А им и не нужно. Они же у нас наказаны. Придни, нужно бы нам уже малышей будить. А то они дома ночью спать не будут. Потом родители будут ругаться. Ой, что-то я об этом и не подумала вовсе. Действительно, нужно бы скорее их разбудить и, конечно же, начать играть. Утомим их игрой. Сёма, Сёма, просыпайся. Время играть. Девочки, девочки, просыпайтесь. Пора играть. Пора вставать. Лили, Лили, просыпайся. Малыши, просыпаемся, просыпаемся. Клео, Клео, пора вставать. Дорогие ребятишки, сегодня мы будем с вами играть в очень активные игры. Малыши, разделитесь, пожалуйста, на две группы по три малыша. Трое идут ко мне. Будем очень много рисовать. А трое остаются с няней Бритни. Малыши, прошу внимания. Давайте теперь поиграем в гонки. Кто дальше катнёт свою машинку, тот и победитель. Кхе-кхе, сегодня с него дня я больше никогда не буду кусать сладостей. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.